И всем привет, мы продолжаем играть в адвокатов и потерпевших в виде Майлза Эджи Врода в этот раз. Сейчас продолжим наше расследование. Только первый день, я боюсь, что здесь опять будет 3 дня и 3 ночи. Нам придется опять туда-сюда ходить в поиске новых информации, новых улик. Окей, идем в парк. В парк или можно сначала к Майлзу зайти самому? Давайте с него начнем. Ай, его тут не, он просто не хочет с нами говорить. Он сказал нет и просто ушел. Ох уж этот Майлз до конца будет в своем режиме Цундера оставаться. Жаль, жаль. Когда-нибудь он расколется, конечно. Когда-нибудь. Лес, озеро, гору, 25 декабря. Да, мы пришли вовремя. Эй, народ. Дебри, окей. Я правильно вроде называл, да? Дебри. Один момент, мы сорвали джекпот. Джекпот? Мой фотик прошлой ночи сделал аж два снимка. Один снимок был хлопушкой, да? А второй по пистолетам. Ого. Стоп, или было два выстрела на самом деле? Опять, опять загадки. Что-то связано со звуками. Вот они, гляньте. На первом, окей. На первом лодка. На втором чего? Это ничего, может? Стоп, видишь, видишь? Тут-то он его с пистолетой грохнул. Да, похоже на то. Но по снимку непонятно, кто именно стреляет. Ну, окей. Мы знаем только, что правый стреляет, правильно? Кто это? Что это? Да уж. Вчера ночью был такой густой туманище. Хоть ложкой ешь. Окей. Ну, вот еще что. Меди фотки кое-чего напомнили. И что же? Видел, как кокнули того мужика? Я свидетель. Кокнули того мужика. Что? Ты уверена? А тоже. Как вообще можно было забыть? А, ладно, не важно. Походу, надо копам рассказать. Походу... Походу, да. Походу, нет. Как я должен выбрать? Походу, да или походу, нет. Давайте для разнообразия. Походу, нет. Походу, нет. Это мне тут не это. Решил сразу, что ты по-нашенски приехаешь. Так я сразу уши развеял. Развесила. Я вообще-то в кульцах. Видишь, труп? Беги копам. Это же мой гражданский долг. Короче, подобное рассказы, да. Как я и думал. Я догадывался об этом. Что? Выбор без выбора. А фотку можете себе забрать? Пакет. А вторая фотка. Постой, дебрия. Ну? Ты чего не видишь, что у меня дела? Скажи нам, что ты видела. Пожалуйста. Так отчаянно просит. Ну, хорош стараться, золотце. Меня так просто не проведешь. Я свидетель, а значит, на стороне справедливости, то бишь копов. Да я лучше съем барсучий таз, чем вам что-то расскажу. Барсучий таз это, типа, плохо по-деревенски. Точнее, не в почете там у них. Дебрия. О, не нужно нюни распускать. Сегодня рядом копаем, а завтра порознь продаем. Или наоборот. А, не суть. Все, уплываю. Сегодня рядом копаем, а завтра порознь продаем. Не слышал я такой пословицы. Ну, окей. Ух, я же эту... Я же эту буду, как ее дачу показаний строить. Мама дорогая. Эта дебрия ускакала в дебри? Окей, неужели они... Блин, мне интересно, как у нее в оригинале имя было. Неужели они ради лишь одной шутки этой... Придумали ее имя? Не знаю. Кто переводил, конечно, это... Постарался нормально так. Респект. Ну, теперь нам на голову свалился еще один свидетель. Что будем делать, Ник? Да, почему это так смешно? Не знаю, по-моему, это такая дурацкая шутка с дебрями, но все равно забавно получилось. Раз же она на то... Она что-то видела, то там уже ничего не поделывало. Вопрос только в том, что же именно она видела. По-видимому... Видимому, боже. Мы выясним это только завтра в суде. Фотография с озера добавлена в материалы дела. Была снята автоматически 25 декабря в 00.15. Окей. Хм... Окей. Вроде больше ничего здесь, да? Нет. Пойдем дальше. Пойдем обратно, точнее. Озеро горло, общественный пляж. Сейчас-то что? Кажется, полиция закончила опрашивать посетителей. Где-то еще остался персонаж... Из персонажа еще бомж остался какой-то. И какой-то там зловещий мужик. Мне кажется, как-то связан с... Эдвардом. Эй. Ты сейчас будет новый? Бомж? А, бомж... А-а-а... Окей, я не знаю. Не сказал бы, что это бомж, но, может, он украл костюм у... Санта-Клауса. Ник, ты разгневал Санту? Давно не виделись, Ник? О, боже, кто это? Кто это? А, это Ларри Бац! Ник, ты что, знаком с Сантой? Ух ты, Ник и Святой Ник. Ой, я вижу связь. Майя, не говори ерунды. Чувак, это же я? Да, я знал, я знал. Ларри? Я знал, что это он. А ты-то что тут забыл? Разве непонятно, я тут работаю? Кто это еще мог быть, правильно? Вроде никто больше не называл нас ником. Это же мой ларек. О, боже, столько просто именных шуток в этой серии. Я продаю Самурай Доги, хочешь попробовать? А Ларри Доги не продаешь, что где-то по соседству. Надо же как-то на свидание зарабатывать. Моя киянция заслуживает самого лучшего. Киянция? Что происходит? Что происходит? Киянция? Только бы это не была какая-то очередная модель. Ох, не, киянция просто роскошная женщина. Этот костюм ее идея? Она сказала, что я в нем круто выгляжу. Сечешь фишку? Она мне его купила. Очень, очень рада тебя, Ларри. Я успел посмотреть, что там было написано. Пускай я пропустил ее снова. Эта фраза диалога. Вот это да, костюм Санты. Она просто чудо. Какая милашка? Про кого ты говоришь? Нить, а кто это? Она твоя... Моя кто? Нет, вовсе не моя. Ну, она-то моя. Она моя помощница, да. Она-то моя, но не в том смысле моя. Я ее помощница Майя Фэй. Я младшая сестра. Сестра? Да, уже не позавидуешь тебе? Горбатеца днями напролет в офисе заботится о своей сестренке. Нет, я не его сестра. Я младшая сестра своей старшей сестры. Которая... Младшая сестра... Сестры, которая... Так, дальше. О, как прикольно. Не напрягайся, Майя. Он все равно не слушает. Хм. Окей. Внезапно Ларри бац. В этом деле вмешан. Запутан. Что произошло? Слушай, Ларри, а прошлой ночью здесь произошло убийство? Раз уж ты тут работаешь. Может, ты что-нибудь увидел? Ник, ну что за глупости? В прошлой ночи ведь был канун Рождества. Очевидно же, что Ларри проводил время с Киянсом. А не торчал тут на холоде. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Ух. По-моему, ты застала его врасплох, моя. Да не, просто Киянс сейчас не в городе. Она на ПТ-сессии, ПТ-сессии на Гавайях. Модель такие, как знал. Так вот, на озере произошло убийство, и слушай, не уже завтра. Ух ты, прикольно. Почему тебе прикольно все? Обвиняемый Эджворд. Майлз Эджворд. Эм, Ник, а что Баларри знать Эджворда? Хм. Разве нет? Не он разве был в первом деле? Или что-то путаю? Хм. Кто вообще был в первом деле прокурором? Разве не он? Кого же он был, правильно? Я уж не помню, боже. Ох ты же, Ник. Ты про нашего Майлза Эджворда? Про старину Эджи? Окей. Эджи. Эджи, да? Нашего Майлза Эджворда, говорит он. То есть мы... И правда, в детстве каком-то были знакомы, когда был один момент, где показывали Феникса, типа, который плачущего. На мгновение показывали, вроде в самом начале тоже бы. Да. Ее подозревают в убийстве. Кто был в первом деле прокурором? А, точно, там же был какой-то этот. Мистер Пейн. Во-во-во, я вспомнил. Теперь вспомнил. Там был Пейн. Пейн убил. Да, да, да. Они были вдвоем. Нифига себе. Убийство? Что? Ларя, ты знаешь Мистера Эджворда? Время раскрыть карты все? Ну, конечно. Кем мы были в детстве? Чем мы занимались? В одну школу ходили, в один детский сад. В один колледж. Эджи вместе с нами учился в начальной школе. Да. И я догадывался. Что? О-о-о-о. Конечно, это может быть и шок для Майя, но не для нас. Эм, расскажи нам про вкусняшки. А? Ты про самурай-доги? Почему они так называются? Просто по форме они больше напоминают только горлянку. Ну, прям как озеро Горл. А, так раньше они назывались Горл-доги. Прямо как доги, готовые вцепиться в горло. Ой, больно, наверное. Океанцы предложили назвать их самурай-доги. Какая же она у него умничка. У тебя, да? Что у тебя вообще твоего-то осталось? Сказала, что будет... Что если изменить название, будет очень круто. И даже вывеску сама нарисовала. Хм, вот она у тебя... Трудолюбивая. Дети теперь просто объедают самурай-догами. Аж за ушами трещит. Эээ... Мне кажется, это как-то неправильно. И да, прикиньте. Очень неправильно-то. Со времен, то есть, сенсация от покупателя обоя нет. А что неправильно-то? Типа то, что самурая больше нет. И нельзя использовать его имя, его профессию, по сути. Какой сенсация? Горли, конечно же. Почему я... А, он прошло два месяца, наверное. Почему я подумал, что про самурая он говорит? Ммм... 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 Из-за той ассоциации. Та... Окей. Горли? О, боже, что за горли еще такое? Что за чудище там? Не говори, что она нас настоящая. Эджворд. Значит, мистер Эджворд был... Вашим ником... Вашим ником-одноклассником? Ага, мы все время тусили втроем. Только втроем? Никого больше не было? Ммм... Интересно. Я думал, что Ларри Бац в нашей компании был. Хоть и он друг с другом был с... С Фениксом с детства. Насколько я знаю. Ну, Эджворд... Ммм... Каким он в детстве вообще был? Наверное, он таким умником был. Типичным. И очень важно... Хотя, кто знает? Может, он просто изменился? Ого, кто мог подумать? Ты не думай, он был еще... Он был тот еще ботан, да? Все время что-то забрил. Хотел стать похожим на АЦ. А, так это его отец был, окей. Скорее всего, на обложке-то его отец был, правильно. Они похожи на АЦ. Ага. В те времена папка Эджи был известным адвокатом. Боже, серьезно? Эльзворд точно станет адвокатом, да? В будущем. Поменяет свою профессию. Стоп. Я сказал адвокатом? Ага. Подожди, но ведь мистер Эджворд прокурор. Что? Эджворд ухо проколол? Да нет же, он прокурор. Чего-то прокурил. Полная противоположность адвокату. Да, ну и дела. Он не знал этого? Я думал, что... Что Эджворд известен в больших, широких кругах. Те, наверное... Тот, кто не интересуется... Всякими этими... Расследованиями, судами и прочим, наверное, не может и не знать об этом. Хотя по новостям крутят. Наверное. А тогда он еще всем твердил, чтобы защитить слабых. Тех, кто не сможет постоять за себя. Да. Что-то явно пошло не так, когда он вырос. Что он захотел поменять профессию свою. Наверное, тоже что-то с отцом связано, правильно? Не просто так они его упоминают сейчас. Я долгий человек перед обществом. Все такое. Скуку на нас нагонял, короче. Интересно, чего это вдруг он передумал? Ты, в случае, не знаешь, Ник? Да, знает. Молчит Ник. И что знает? Они были лучшими друзьями. Лучшими из лучших. Эм, что такое горли? А? Ты что, не в курсе? Оно тут плавает, а в этом озере? Огромное загадочное чудовище. Горли. Чудовище? Ага. Глянь, вот статья из вчерашнего газета. Это же водка есть. Сенсация. В озере горл замечено огромное чудовище. Ничего себе, но реально... Реально. Да, реально. Реально нереально. Буря-буря-буря-буря-буря-буря. Ник чудовище. Достоящее чудовище. Вроде неплохо выглядит, не знаю. Прическа нормальная у нее. Эхэхэм. Эхэм. Это же просто какая-то длинная коряга. Так ведь? Не знаю, я уже не уверен. Коряга это или настоящее чудовище? О. Тут сбоку еще и цитата автора снимка. Хм, а что там? Я поставил на фотоаппарате таймер, когда мы уже стояли в кадре. Я услышал громкий грохот. Было похоже на взрыв. Хм. Грохот опять. Звуки явно будут играть важную роль в этом теле. Не сомневаюсь. Потом был звук, как будто что-то погрузилось в воду. Буря-буря-буря-буря-бум. Будут бы самой его увидеть. Звук похоже на взрыв. Интересно. Лария. А можно взять у тебя эту статью? Я подумал, что статуя опять. Фигня вопросник. С тебя миллион баксов? Миллион? Миллион? Потому что наконец повзрослеешь. Повзрослеешь, Лария. Статья о горле добавлено материала делала. Окей, это все. Тут вообще музыки нет никакой. Пора вернуться к могильному... Могильной теме этой. Окей О боже, окей, идем в участок За свято декабря, полицейский участок, оперативный отдел Гамшу не видать Если вы ищите детектив Гамшу, то он пока проводит допрос Насколько я понял, в деле появился еще один ключевой свидетель Мы знаем, кто это Так что он не скоро закончит Дебри Волос Дебри Волос Волос, окей Кроме нее больше некому Ой-ой-ой Ой-ой-ой, правда Кто-то сидит, Ларри? Это брат Ларри какой-то Наверное, это один из детективов Он что-то промочит себе под нос Двигаться в толпе, наносить неприметную одежду Никогда не попадаться с цель на глаза Похоже, он тренируется проводить слежку Ты лысый дядька Это, наверное, старший детектив Он глаза не отрывает от монитора Что? На озере горл? На озере горл очевидцы отметили горли Поверить не могу У вас разве нет дел поважнее? Не, похоже, что нет Постер с девушкой в полицейской форме Стоп, мне даже календарь девочек в униформе за этот год Обознался А может мне такой? Хотя, не знаю, нужно ли в наше время сейчас какие-то календари Хотя у меня есть в доме один Это что, талисман надела? Это синий следопыт Это была моя идея, я его придумал Это мой талисман Я понял, как мило Я добью, чтобы его сделали официальным талисманом полиции Чего бы то мне это не стоило Эээ, удача вам Тамбе, амбициозный Шеф полиции Точнее, полиция, правильно? Рабочий стол детективов Но на них стоят компьютеры и папки с документами Странно, что они куда прятнее, чем я думал Похоже, детективы за ними подлогу не засиживаются Если это все, тогда что нам делать-то? Какие у нас дальнейшие занятия? Ради партнера, что-то не так? Эээ, да нет Просто кое-что не дает мне, не дает мне покоя Да Дай-ка еще разглянуть на отчет о скрытии Пожалуйста, моя Что не так? Пик, пик Ааа, ты теперь вспомнила? Че она вспомнила? Отчет о скрытии, огнестрельное ранение, сердце единичное Когда человек, он же был Адвокатом в той фирме, где работала Мия Ау Это совпадение Я как-то заходила к ней поболтать, и он там тоже был? Что еще за фирма? Стоп Неужели фирма Гроссберг? Почему другой фирмы нет в этом городе или что? Я тоже сразу об этом подумал, что А вот о той самой фирме, к которой мы ходили когда-то Неужели она опять? Оттуда он? Да, точно Ну, окей Честно предположить, что Будет логично, наверное, то, что она работала именно только там Потому что Аня говорил этот Гроссберг тот самый Поэтому, наверное Наверное Можно и так Подумать Совершенно не ожидал, что он Тут окажется как-то Как-то замешан Можно сходить к нему поговорить Как в старые добрые времена Просто сколько там? Четыре месяца Сколько даже, не четыре месяца Три месяца прошло, примерно Ну, чуть-чуть больше С половиной Старый добрый, да? Ну, окей Он Как я уже говорил, наверное, в тот раз Он неплохой персонаж, вроде как Неплохой человек Этот Этот Гроссберг Почему мы постоянно у него что-то спрашиваем Что делать? Нам какие есть идеи? Я размыдал Не мы тут начальник В нашей В нашей фирме Ну, что нам делать? Ммм Ну, полиция уже явно убеждена Что это был мистер Эжборд А в самом Калмолчат Как рыба Как рыба, да? Может на озере улики поищем? А Поищем Эжборду В озере Хорошо Мы думаем Может там Может там были? Ясно Молодец Есть какие-нибудь Мысли? Мысли, мысли Да я вот думаю Почему мистер Эжборд Ничего нам не хочет говорить А еще Почему он сказывается В нашей помощи? Вот балда Про срочный диалог Мы уже сходили И на озеро И на прочее Юридическая фирма Гроссберга Ну, пойдем Старому нашему доброму Другу Как мне знакомо Это наигранное покашливание Как я вообще зовут его? Просто Просто Гроссберг Ага Вы же приходили Приходились Ми Кем-то там Верно? Я был его учеником Да? Феникс Райт Ага А ты у нас тоже Приходилась Ми Кем-то там Да? Младшей сестрой, да? Ах Как же ты подросла Ты теперь так на нее похожа Буквально Очень Очень похожа О, ностальгия Ах Дни моей молодости Словно аромат свежих лимонов Не так ли? Эм Мистер Гроссберг, сэр Да-да-да-да Ах Прошу прощения Разумеется Вы пришли сюда не просто так Я вас слушаю Что-то случилось Да Еще картину ты свою не вернул Мистер Гроссберг Пустое место Просто у тебя даже крючки Висят на На ней И Оно слишком выделяется На фоне Остальной стены Не мое дело Не буду лезть в него Что произошло Да, даже можно спросить Про картину эту Что произошло Прошлой ночью убили человека Да Вы разве не слышали? Эм Видите ли Я только встал В общем Говорят Маутс Эжворд Кого-то застрелил Эжворд Что? Как Кого? Личность убитого Так пока не установили Как Какая ужасная новость Похоже на правду Ничего не слышал Ужасная новость Трагичная Разве мы не знали? Ну Хотя он говорит Что он ничего не слышал Правильно Он спал Почему-то Ну Вроде как он Из этой фирмы был Если я не ошибаюсь Ничего не путаю Опять же Мистер Мистер Гросберг Где теперь будет Где теперь будет Так картинно Ах, да-да Что же Определенно не в моем офисе Ее ведь не крали Так что Я и не смогу ее вернуть Полагаю Пришло время Пожинать плоды Горькие плоды Старых ошибок Это все? Окей Ну Видео Пока Пора Пора Показывать ему Эти Кого показывать-то? А, там Митография была Точно Мм, так странно Такое чувство Будто я уже видел Этого Человека Где-то Вы вспомнили? Он работал адвокатом В моей же фирме Это же Хаммонд Роберт Хаммонд Мистер Хаммонд Хаммонд Правильно ведь Говорите Мистера Эджварда Обвиняют В его убийстве Говорим Настаиваем Кто вообще такой Этот Хаммонд? Мистер Хаммонд Он был адвокатом В том деле В том деле Да, в деле ДЛШ Это то же самое Дело С этим С этим что ли? Дело ДЛШ Мне кажется Или где-то Я уже это слышал Название Почему? Я помню это А Феникс Не помнит Как так? Это первоклассная память Может быть Вы помните? Вроде бы Дело всплывало Еще во время Расследования Убийствами Полиция не могла Распудовать это дело И они попросили Помощи у медиума Там Стоп Вы хотите сказать? Где медиум Была моя Мама? Именно так Моя дорогая Медиум Мисси Фэй Твоя мама Связалась С духом Погибшего Но Страна защиты Выиграла То дело То дело Подозреваемого Признали невиновным Дело ДЛ6 Дело ДЛ6 Да-да Его события Случились 15 лет тому назад Весьма запутанная история Если не ошибаюсь Вы преступник Как и не был пойман? Не ошибаетесь? При помощи своих способностей Мисси Фэй Связалась с духом Погибшего Почему просто Майя не может Потренироваться Нормально Спросить у Мии Попросить у Мии Уроки И Просто связываться С каждым трупом В расследованиях С Духом Погибшего И в соответствии С его словами Арестовали Одного мужчину Но Мистер Хамонт Выиграл дело И его под защитой Вы признали невиновным А полицейские Во всем Обвинили мою маму Назов его мошенницей Но ведь вы Помогали ей тогда Да, мистер Кроссберг? Хм Да-да Можно и так сказать Спасибо вам Нет Прошу Не стоит Дело ДЛ6 Не думаю Что снова с ним столкнусь Но постойте Каким образом В этом деле Замешан мистер Эджвард? Самым непосредственным Дорогая моя Самым непосредственным Жертвой в деле ДЛ6 был никто иной Как его отец Грегори Эджвард Хм Окей То есть Мы его не увидим Того Мужика с обложки Похоже Он уже того Чалил Что? Его отец? Если вы хотите узнать Побольше об этом Полагаю Вам стоит Спросить у самого Мистера Эджварда Покажите ему Эту фотографию Уверен Он все Расскажет Стоп Это же моя Мамонт фотография Фотография Мистера Эдобрана Материала Снова здесь Надоелся Что у тебя Все же дойдет Смысл моих слов Эджвард Ты нашел Тебе адвоката? Нет Тебя это не касается Видимо не нашел Что произошло Можешь что-нибудь Рассказать По поводу убийства? Райт Я уже просил Тебя оставить Меня в покое Прошу постарайся понять Я не стремлюсь Этим доказать Будто я справлюсь Сам Или что-то Что-то Я тебя презираю Я просто не хочу Впутывать тебя В это дело Понимаешь Мой старый друг Не впутывайся В это дело А то пострадаешь Я беспокоюсь о тебе Озеро Горл Зачем ты пошел На озеро Горл? Я не собираюсь Об этом говорить По-видимому Не только со мной Но еще и с детективом Гамшу Детектив Гамш Очень вас переживает И Ларри Бац Тоже за тебя переживает Почему же ты свернул С пути адвоката И встал на сторону На сторону зла В виде прокурора Пээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ нашего последнего разговора минуло лишь несколько часов. Однако ты уже добился невероятных успехов в расследовании, да? Я тебе так завидую. Ты первоклассный адвокат, Феникс. Я доверяю тебе, это дело. Мое дело. Признуйся, Рай, ты впечатлен. Хотя, полагаю, ты всегда был столь устремленным, когда дело касалось работы. Разрос, ты за что-то взялся, а доведешь до конца, а не так ли? Насчет дела 26. Дело 26, говоришь? Не хотел, чтобы ты узнал о нем. Поэтому я отказался от твоей защиты. К сожалению, если показалось, будто бы я сомневался в твоих способностях. Вау, какой ты... Как он изменился за одно лишь дело. Вау, невероятно. Посмотрите, даже у него в лице какие-то сомнения постоянные. Интересное. Развитие персонажа его. Я лишь хотел держать тебя подальше от дела ДЛ6. Вау, как он заботливый, смотрите просто на него. А теперь? Сючки, думаю, что мне было бы лучше тихо... Было бы лучше тихо сидеть в стороне. Не знаю. Но... Теперь у меня нет причин что-либо от тебя скрывать. Так и быть. Ты будешь спрашивать меня о чем угодно, я постараюсь задать полный ответ. Дело ДЛ6. Дело ДЛ6. Это дело убийства моего отца. Пам. Он улыбнул на глазах. Его застрелили. И видел, как это произошло. Боже, опять мой геймпад упал. За что? За что он постоянно падает? Хотел лишь сделать глоток своей воды. Напиться по полной. Я плохо помню подробности. Полкает результаты работы психологического защитного механизма. Как будто ни было, был адресован... Арестован один подозреваемый. Было очевидно, что только он мог убить моего отца. Полиция вызвала медиума, чтобы свидаться с духом отца, и она это подтвердила. Адвокат по имени Роберт Хамон добился оправдательного приговора. И ты убил его за это, отомстил его. Остомстил ему. И этот Хамон был убит на озере Горл? Верно. Эм. Эта женщина, медиум. Это была моя мама. Что? Значит ты... Как странно. Я считал, что этот кошмарный сон наконец подойдет к концу, но не тут-то было. Подойдет к концу. События дела ДЛ6 произошли 15 лет назад. 15 лет назад, 28 декабря. О, скоро годовщина будет. 28 декабря. Срок давности этого дела еще через 3 дня. Окей. Окей, то есть есть срок годности? Я говорил буквально в какой-то из прошлых серий, что есть какие-то сроки, но очевидно не 3 дня были. Как я говорил тогда, как я думал. Да, логично, что на самом деле есть какие-то определенные сроки. Но довольно длинные получается. Что? Ник, что это значит? Когда удел отекает срок давности, теоретически оно перестает существовать. Логично, в принципе. Через 3 дня ДЛ6 будет закрыт навсегда. Ну, конечно, блин, ну, что поделать, правильно? 15 лет не такие уж и малые сроки. Не пойман не вор, как говорится, подозреваемый. Окей, мы продолжим расспрашивать уже дальше в следующей серии, а пока что на этом закончим. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте колокольчик, не забывайте, чтобы не пропустить новые видео. И до скорой встречи, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok